И снова привет всем подписчикам канала. Осталась тут еще одна не озвученная маленькая такая тема, но очень важная, из Минска. Кроме Дня Воли, когда я еще приехал только утром, я заметил одну очень неприятную особенность. А именно вот это. Вот посмотрите. Ну, и как вам это? Это центр Европы, столица, да? Люди приезжают с вокзала, туристы. И что вот они видят? Вот это вот. Это что, по-вашему, нормально? Это не какой-нибудь там Урюпинск, не деревня Гадюкина. Это Минск, столица государства. Разве должно так быть? Ах, бардак-то какой. А еще тут, говорят, всякие крыжи там, ледовых катков падают, мосты проваливаются. Ну, когда смотришь на такой переход, как бы не удивляешься этому. И еще, не забываем про нашу группу в Телеграм. Ссылка находится в описании, а также вверху на главной странице канала. Только там выходят все эксклюзивные новости по каналу на ближайшее будущее, инсайды, события, переписок. Подписываемся. Эх, меня вот тут просили, говорят. Вот ты все плохое, плохое рассказываешь про Беларусь. А ты расскажи что-нибудь хорошее. Ну, что-то же хорошее у нас, наверное, происходит. Ну, я так подумал. Вот недавно вступил в действие тот самый декрет о цифровой экономике. Хотя биржа пока и не появилась еще. Что ж, еще хорошего. А, вот. В Минске пройдет очередной какой-то бизнес-форум. Индустрия, технологии и наша жизнь. Отличное мероприятие. Много иностранцев, спикеров. Ну, посмотрите, практически все. Джанин Узл. Китайцы, американцы, наши. Более трех тысяч участников. Из Беларуси, России, Украины, Казахстана, там ЕС, Израиля и откуда угодно. Все классно, кроме одного. Цена билетов. Вход-то не свободный. Вот смотрите. Самый дешевый билет 180 рублей. По 590 все уже разобрали. Такие дела. Больше как-то ничего хорошего не находится. Ну что ж, а теперь от хорошего перейдем к еще лучшему. Тут на днях в Беларусь заехал спецпредставитель Сербии. Так сказать, передать привет уважаемый Александр Григорьевич от уважаемый Слободан Милошевич. И пригласить на экскурсию в Гага. А, нет, шутка. Мне приятно сегодня встретиться с представителем президента Сербии. У нас блестяшие отношения с вашей страной. Мы погружены во все те проблемы, которыми живет ваша страна. Думаю, и вы хорошо знаете вопросы, которые нам приходится решать. Сложно вам, не просто и нам. Но мы жили и будем жить, потому что мы славяне. Мы древние народы. Мы умеем преодолевать трудности, если они есть. И преодолевать их вместе. Я думаю, вы, будучи здесь, в Минске, еще раз убедитесь в том, что мы питаем очень теплое отношение к нашим братьям-сербам. И надеюсь, что вы мне подробным образом расскажете все, что хотел передать мне президент. И мы обсудим и примем... И почему лизание жопой до сих пор не стало олимпийским видом спорта? Мы бы всегда брали только первые места. Чего это вы думаете, он вдруг так засуетился? А это все потому, что Россия становится все менее братской страной. Точнее, все меньше дает ему денег. Тут оказывается еще и очередные молочно-сахарно, какие там у нас мясные проблемы. Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся вот с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно, непонятно за что, ну тогда что же мы, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть. Россия не покупает продукцию. А я давно говорил, я говорил, что не надо завязывать весь рынок на Россию. Почему вы построили сельскохозяйственную экономику, вместо того, чтобы заниматься чем-то другим? Почему никто не искал других рынков? Все завязали на Россию, а теперь говорят, видите ли, у нас тут проблемы возникли. Снова возвращаясь к теме дня воли, хотелось бы еще так же сказать, что меня удивило, как осветили эту тему некоторые российские пропагандистские каналы. Я понимаю, что там пропаганда, все дела. Врут не краснее. Но блин, насколько же это мерзко все выглядит. При просмотре видео про день воли попалось мне как-то видео Ньюсфронт. Глянул я немножко, называется про белорусский день воли. Оно очень длинное, поэтому я оставлять не буду. Кто хочет, может найти и посмотреть. Собственно, в чем дело? А дело-то вот тут в чем. Они сообщили, осветили как бы все правильно, но сделали такие акценты, что у непосвященного россиянина возникает совершенно неправильное представление о том, что там происходило. Например, вот он говорит, что праздник разрешен был, то есть говоря о концерте. Однако наиболее радикальная часть оппозиции вышло на шествие на Якуба Колоса. Представьте себе, я непосвященный в дела среднестатистический россиянин откуда-нибудь там из центральных областей. И что у меня должно возникнуть после слов радикальная оппозиция? Это некие такие бритоголовые амбалы, скинхеды, нацисты устраивают майданы наподобие вот того, что мы видели в Украине в масках такие, с коктейлями Молотова. А что было в реальности? В реальности вышли небольшое количество пожилых интеллигентов, каких-то молодых людей приехали для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Все было тихо, мирно, не в рабочий, а в выходной день. Никакой драки там не было, никто не оказывал сопротивления. Это радикальная оппозиция, а какая тогда не радикальная? Поймите простую вещь, господа россияне, в Беларуси радикала, никто на площади не выходит. Здесь выходит за свободу и за отстаивание своих прав. Для всех, даже тех жеватников, которые с этим не согласны. Поймите простую вещь, если бы не это, то у нас бы уже давно была Северная Корея. Почему вы думаете, кто-то еще к чему-то прислушивается там во власти? Потому что могут быть последствия, в том числе от международных организаций и от Запада, про которые те же ватники постоянно говорят много всего плохого. Я никоим образом не отрицаю, что Запад ставит свои цели по установлению экономического и политического контроля над Беларусью, да и над Россией, и тем более тоже. Но у этого есть и очень хороший побочный эффект для нас, для простых людей, для народа. Это становится противовесом действующей власти. И если бы не их поддержка оппозиции, у нас бы уже давно здесь был ГУЛАГ и Северная Корея. Вот так вот. Эх, ладно, наверное, этот выпуск надо уже заканчивать. Больше тут особо сказать сильно нечего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите следующих видео.